Только смиренный мог митрополит Филипп сказать в лицо не кому-нибудь, а Ивану Грозному, искренние истинные слова правды. Только он, только юродивый псковский Никола Солос мог сказать Ивану Грозному, когда тот пришёл в Псков, и вообще была бы жуткая расправа над Псковом. «Вон отсюда, прохожий человек, иначе издохнешь, слышите, словечки, как твоя лошадь». Ни одного человека не посмел тронуть Иван Грозный, повернул всю свою армию и ушёл. Алексей Ильич, встречали у святых отцов Николая, сербского Макария, великого мысль, что смирение очень близко к самоуничижению. Как же христианину, имея чувство самоуничижения, идти вперёд по жизни, достигать успеха, быть уверенным в себе, быть авторитетом для семьи и детей? Дело вот в чём, что мы довольно часто не понимаем значение многих слов, и в частности этих слов, как смирение и самоуничижение. Часто не понимаем. Вот, можно отвлекусь сейчас? Как-то я однажды прочитал книжку очень известного физика Гейзенберга, называется «Физика и философия». И мне там очень понравилась фраза, замечательная фраза, которая просто очень полезна нам даже в богословии. Он говорит, поскольку все понятия, которые мы употребляем, не могут быть точно определены, с помощью чисто рационального мышления мы никогда не сможем прийти к абсолютной истине. К чему я говорю? Вот мы говорим, смирение – что это такое? Самоуничижение – что это такое? Ну, давайте разберём. Иначе ответить невозможно. Что разумеется под смирением? Под смирением святые отцы подразумевают то состояние человека, которое проистекает из следующего опыта. Какой опыт? Так, я подумал... Да, я всё-таки, кажется, хочу быть христианином. Да, ну, молодец! Так, и что же дальше? Дальше. Дальше надо жить по западу. Никого не осуждать, никого не обвинять, никого не лукавить, не воровать, не пьянствовать и так далее. Да, всё. Всё. С этого момента ни одного греха не буду творить. Звонок. Что? Он, негодяй! Тюрьму его не имеет. Я же сказал, никому осуждать не буду. В искушение толкнули. Что? Господи, боже мой! Тот человек, который, только тот, который решился жить по-христиански, очень скоро убеждается, ему открывается потрясающая картина, о которой ему никогда и в голову не приходило. А, оказывается, ни одной из заповедей не могу исполнить. Даже, кажется, нищему подал копейку, и уже, господи, миллиончик нельзя мне за это? Даже доброе дело уже я не фунт изюма. Помните, как писал Феофан Затворник? Сам дрянь дрянью, а всё твердит. Я не такой, как прочие человецы. Доброе дело – тщеславие тут же. Недоброе – оказывается, то и дело. Оказывается, стоит только человеку действительно серьёзно, а не языком, принять решение быть христианином и начать жить по-христиански, как он, перед ним открывается страшная картина, вы знаете. Оказывается, ничего не могу сделать, жить по-христиански, а то и дело. То и дело грешу. И взглядом, и языком, и мыслями, и чувствами, и желаниями, и отношением, и к людям, и к законам, и ко всему на свете. Ужас какой! Да что ж такое? Вот это видение причём сопрягается с чем? Я же хочу, кажется, и то и дело лечу через пень в колоду. Это мне открывает, наконец, ту истину, которая тщательно скрывается всеми, но открывает христианство. А оказывается, мы глубоко повреждены, на самом деле повреждены. Ну, почему я не могу быть великодушным? Ну, почему я не могу стерпеть обиду? Ну, почему? Что такое у меня творится? Вот это видение! Кажется, хочу! Хочу! И что получается? Вот это видение открывает мне картину того, что есть на... Кто я есть на самом деле! Не в мечтаниях своих, а на самом деле! Вот эта картина понимания себя! Если хотите неспособности искоренить эти страсти, потому что я вижу... Сейчас сдержался, через минуту я уже опять полетел. Это состояние называется смирением. Я вижу, вот, оказывается, кто я! И не только это я вижу, это я вижу другое. Оказывается, все мы, все люди этим больны! Все! Только у каждого своя страсть выпирает какая-нибудь особенно. Все больны! Вот это состояние видения себя, кто я есть на самом деле, оно называется смирением. И оно порождает что? Великодушие ко всем другим людям! У меня болеют глаза, у него болят уши и так далее. Все мы такие. Вот что такое смирение, оказывается. Осознание, видение. Это видение ни на одну йоту не парализует никакой моей деятельности. Это видение нисколько меня не унижает перед кем-то такое. Просто это мы, мы, оказывается, все больны. Оно только одно делает, это видение смирения. Если хотите, стимулирует, если я искренне хочу быть человеком. Так, самоуничижение, о котором говорят, если святые употребляют, во-первых, они употребляют это в области монашеской, монастырской жизни, как правило. Относятся больше к категории монашествующих, когда им просто рекомендуется вести себя внешне, а насколько возможно и внутренне, так вести себя как? Скромно, сдержанно, так, не выставляя себя вперёд, напротив, стараясь быть всегда в тени. Вот о чём идёт речь. Поэтому вот такое осознание своего нравственного, духовного состояния, оно, оказывается, нисколько не парализует всей моей деятельности внешней, мирской деятельности. Она просто и не касается. Это другая сторона жизни. напротив, оно даёт мне верный ключ к правильному отношению ко всем людям другим и, если хотите, к делам. Правильный ключ. Я уже не идеализирую, не идеализирую, не мечтаю, а знаю, вот она, реальность. Она такова, реальность. И я, исходя из неё, и соответственно веду и сам себя, и отношусь к другим людям. Вот о чём, о каком смирении пишут, пишут святые отцы. Вот о чём они пишут. О самоуничижении вот о каком они говорят. Но совсем не о том, что часто, вы знаете, думают смиренный, то есть какой-то забитый, то есть пассивный, то есть который не смеет ничего сказать, ничего сделать, я вам скажу, только смиренный мог митрополит Филипп сказать в лицо не кому-нибудь, а Ивану Грозному искренние, истинные слова правды. Только он, только юродивый, псковский, Никола Солос мог сказать Ивану Грозному, когда тот пришёл в Псков, и вообще была бы жуткая расправа над Псковом. Вон отсюда прохожий человек, иначе издохнешь, слышите, словечки, как твоя лошадь. Ни одного человека не посмел тронуть Иван Грозный, повернул всю свою армию и ушёл. Вот кто мог. Смиренные могли это сделать, а храбрецы-то все сидели, бедные не знали. Сейчас голова с плеч. Потому что смирение – это это великая сила. Но какая сила? Нравственная сила, а не какая-нибудь другая. И поэтому всюду в христианстве так проповедуется смирение, почитается так, потому что только на почве смирения и рождается то самое великое, о чём проповедует христианство – любовь. Только тогда рождается любовь. Вот откуда! Из видений себя, сознания себя, великодушия и к другим людям. Ну, вот примерно вот так. Такова, примерно, картина. Спасибо.